Сегодня утром в СМИ Санкт-Петербурга сообщили печальные новости о семье народного артиста России Михаила Сергеевича Боярского. Уже пятый месяц семья знаменитого артиста борется со страшной трагедией. Любимая дочь знаменитого артиста тяжело больна и страдает раком мозга второй степени. Однако судьба не щадит Михаила Боярского и вчера утром в актерской семье произошла новая трагедия. Убитый горем Михаил Боярский считает, что на его семью набили сглаз. Цитата. У меня просто нет больше сил бороться с семейными невзгодами. Третья трагедия в нашей семье за последние полгода. Стало известно, что вчера утром в Санкт-Петербурге жертвой печального ДТП стал сын Михаила Сергеевича. Переходящего дорогу 43-летнего Сергея Боярского сбила машина. СМИ сообщили подробности происшествия и последние новости о Елизавете Боярской. Елизавета Михайловна страдает раком мозга второй степени сентября прошлого года. У актрисы данное заболевание было обнаружено во время медицинской театральной комиссии. Дочери известного артиста не смогли помочь народные целители, а врачи отказываются делать операцию в связи с запущенной стадией болезни. По словам Михаила Сергеевича, на операцию за рубежом у него просто не хватает денег. Данная процедура стоит почти 120 миллионов рублей. Из-за личной гордости Михаил Сергеевич не стал обращаться в Минкульт и пытается решить проблему своими силами. По словам медиков, срок жизни Елизаветы Михайловны исчисляется неделями. Дочь артиста была отпущена из больницы и на данный момент находится вместе со своим супругом Максимом Матвеевым на зимней даче. По словам Максима, последние недели жизни они хотят провести вместе и насмотреться друг на друга. По данным СМИ, у Михаила Боярского остается последняя надежда на народного целителя из Башкирии. 63-летний уроженец города Уфы уже вылечил несколько людей с подобным заболеванием. Совсем недавно Елизавета Михайловна блестяще отыграла свой последний спектакль. Но судьба не жалеет народного артиста и сегодня утром пришло печальное известие о его сыне. 43-летний Сергей Михайлович переходил дорогу недалеко от здания администрации Санкт-Петербурга. По данным полиции и записи видеокамер, пешеход не нарушал правила, но во время перехода дороги выронил телефон на снег и попытался его поднять. Водитель черного БМВ не справился со скользкой трассой и не успел вовремя нажать на тормоза. В тяжелом состоянии сын Михаила Сергеевича был госпитализирован в больницу. У Сергея наблюдаются ушибы внутренних органов и множественные переломы.